Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. Сегодня программа «Без антракта» в прямом эфире. Я рада всех приветствовать. Я и ее ведущая Евгения Шерменева. Сегодня в хорошей компании. У нас трое гостей прекрасных. Арис, Юстина и Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте. Как же мы смогли объединить сегодня утром троих людей? Все они имеют отношение к такой театральной группе. Если кто-то про нее никогда не слышал, а я надеюсь, что кто-то слышал, это «Квадре Фронс». Этой группе два года, как я понимаю, как я изучила на сайте, что вы два года как решили это сделать. Это независимый коллектив. При этом есть резиденция. То есть есть место, в котором вы этот коллектив можете увидеть регулярно. Это цирк рижский. Вы являетесь резидентами рижского цирка. Чем я знаю, рижский цирк очень гордится. Вот они были у меня в программе, об этом говорили, что у нас есть резиденты. Но помимо того, что у вас есть вот эта резидентура, вы находитесь в цирке и придумываете для них программы. И, насколько я знаю, вы делаете экскурсионный такой спектакль по рижскому цирку. Да, это был первый проект. Да-да-да. Вы еще делаете очень много разных других проектов, связанных с новым театром. То, о чем я пытаюсь говорить в своей программе. То, что я пытаюсь открыть разные двери, окна, чердачные помещения для того, чтобы влезть и узнать, как все происходит. Вы делаете спектакли в формате нового театра. Это разный формат. Я бы поговорила тоже о том, какой он бывает. В разных местах. И играете на разных площадках. То есть за вами надо следить. Правильно? Да-да. С вами надо следить на сайте quadrifronts.lv. Правильно. То, что я, собственно, и нашла. Facebook, Instagram тоже. Да-да-да. Можно подписаться и смотреть, и следить. Но я хотела бы сегодня поговорить о том, что у вас впереди премьера, как я понимаю, в ноябре. Да? Нового спектакля. Да-да. И в прошлом году был спектакль L.V. Fit. Roo. Versus. Ну, да. Versus. Такая такая битва, такая титаном. Типа, да. Который, в общем, нашумел, насколько я понимаю, на который я пока еще не успела попасть, потому что его тоже надо вылавливать. И премьера, которая у вас была этим летом, да, на фестивале в Цессисе, я так понимаю, вы в первый раз сыграли, называется «Бабушкина страна» или «Страна бабушек», или кто как хочет. Но мне нравится «Бабушкина страна» очень. Но есть официальный перевод какой-то на русский. Надо как-то будет подумать об этом. Можно я скажу «Бабушкина страна»? Да-да. Очень хорошо. И вот об этом я хотела бы поговорить. У нас ребята немножко будут стараться с нами говорить по-русски, за что им огромное спасибо. Я очень вам признательна и прям горжусь. Я немножко буду говорить по-латыщик тоже. Можно, да. Игорь поможет. Тут я должен сказать «не за что». И в первую очередь можно тогда, я уже немножко рассказала про сам проект ваш, вот про этот театр. Да. Я так понимаю, в нем его организовали пятеро независимых артистов, режиссеров, которые решили что-то делать самостоятельно. Да. Быть такими молодцами, современными. Ну, мы закончили школу. Еще в школе вы решили это делать? Нет, нет. Ну, как бы… Академия. Академия, да. Нам были большие мечты, что мы будем в национальном театре. Ну, не в национальном, Дайлас или куда-то другое. В большом. В большом театре, да. Есть люстры, гардероб. Где бы есть настоящая работа, как бы, зарплата и все такое. И Слава, как это? Слава. Не Славик, как имя Слава, но… Да, да, не Слава, Слава, Фэймос. А, Фэймос. Абсолютно. Окей. И так мы не попали никуда. Не понадобились, не пригодились в этом театре. Да, да, не понравились. И, я не знаю, через год или как-то мы играли во всяком «Неарк Рига» и «Остеатрос». И так мы решили, что мы очень хорошие друзья, и надо что-то делать вместе. Я думаю, после «Двеса лютенис» мы поняли, что мы можем это делать. Там тоже Юстина работала с нами. Это тот, который получил в прошлом году приз за лучший спектакль «Слава на макте», который мне тоже очень понравился. Я была в составе зарубежного жюри и тоже проголосовала. И после этого мы поняли, если мы можем так. Потому что это была наша идея делать такого. Сначала был этот «Носаукумс» имя для спектакля, и потом сделали спектакль. И потом вы его наполнили уже, да? Да, да, да. У вас была такая база, на которой вы начали укладывать эти пирожки. И да, мы поняли, что если никто нас не хочет, тогда будем сами что-то делать. Ну, правильно, на самом деле. Это единственный выход для творческого человека. Потому что он в общем ни от кого не зависит. Он зависит только от того, что происходит внутри себя. Да, да. А когда вы присоединились? Так, мне кажется... Кажется, как-то... Да, как-то... Ну, мы учились, когда мы закончили в 2015 году академию. Мне кажется... Не знаю. Какой год цепей? 19-й. Окей. Ну, я училась в параллельном курсе с Арисом, Анцей Страсдой, Клаус Мелис и Рейнс Ботерс. И как-то... Я даже не помню, как мы начали общаться, если честно. Я тоже не знаю. Да. Ну, мы сперва работали вместе с Анцей Страсдой. Тоже над одним независимым проектом, не связанным вообще еще с Квадрифроном. И потом мы как-то начали более тесно общаться и хотели делать что-то на тематику, которая была бы нам интересна, как бы нашему поколению. И тогда как-то мы пришли к 2S LUTENES. Это я помню. Нам очень понравилось, как она работает. И поэтому вы решили ее прихватить, пока никто не взял. Потому что ей очень хороший язык такой. Он звучит по-другому. На самом деле, я как человек, который считывает язык не по смыслу, потому что еще мало знаю его, а по звучанию, потому что я там что-то разделяю. Я могу вам сказать, что язык на площадках больших театров, язык в независимых театрах, в Дёте Диэл, как Герт Рудес, он звучит по-разному, по-другому. И у Юстин такие тексты, которые очень легко учатся. Ну, а не потому что вам ложатся. Да. Ну, как бы ваши. Да, да, да. Рассваиваться легко, да? Да. Не надо мучиться. Да. Ну, хорошо. Значит, вы теперь такой постоянный член команды, можно сказать. Мне кажется... Но независимый. Рейнс Боттер сказал, ему кто-то задал тот самый вопрос, он сказал, ну, мы просто очень-очень близкие друзья. Я как бы не в составе квадрифрона, но я постоянно работаю из проекта на проект вместе с ними. Ну, это же в этом же тоже есть такой кайф, когда ты не связан какими-то формальными обязательствами, но при этом ты понимаешь, что ты важная часть этой жизни. Да, конечно, обязательно. Игорь? Да. Ну, теперь к вам. Вы как оказались во всей этой истории? Ну, мне, скажем так, повезло. Все. Когда-то прошлой весной Рейнс мне написал, слушай, привет, не хочешь поучаствовать в таком вот спектакле, где мы будем разбираться в вопросе отношения латышей и русских в Латвии и вообще, почему когда-то кто-то оказался, скажем так, за пределами гражданства и так далее и тому подобное. Не хочешь в этом поучаствовать? Ну, я думаю, конечно, хочу. Ну, меня перед этим еще подготовила моя замечательная коллега и однокурсница Настя Джорджевич. Сказать, тебе будет писать? Соглашайся. То есть, вы не глядя практически? Я вообще-то не глядя. Да я бы и так, наверное, не глядя согласился, потому что я тоже, в общем-то, со всеми знаком достаточно давно. Да, мы как-то рядом учились. Да, у нас были параллельные курсы. Другое дело, что, конечно, наш курс очень редко появлялся в академии. Мы в основном были в театре. А так, да, ну, когда видели друг друга, конечно, уже все узнавали. Да, мы встретились в школе и у нас были очень нехорошие отношения. Да, да, как бы все было вообще. У нас были совместно какие-то уроки по танцу и так далее. Ну, в общем, со всеми давно знаком. И вот я и согласился. Не жалеете. Не жалею ни капли, потому что действительно... Притом, до этого я увлекся достаточно сильно просмотром документальных фильмов. И я видел документальный театр «Дети независимости». И это, в общем-то, документальный театр, то, что мы сделали. И меня удивило, насколько все-таки документалистика может быть эмоциональной и трогательной. Что вы? Да. И я понял, что я тоже, блин, хочу когда-нибудь в таком поучаствовать. И тут само ко мне пришло. Вот. А сейчас, как сказал Рейнис на открытии сезона «Квадрифронса», он сказал, наши большие друзья. Игорь и Янис. Вот. Так что мы большие друзья. Вы большие. А по дружбе это всегда лучше, чем по формальности, да? Ну, можно тогда спросить. Вот вы сейчас упомянули документальный театр. Насколько документальный театр является важной частью для работы «Квадрифронс»? Я думаю, что это важная часть. Потому что, если это документально, это как-то интересно. Я не знаю, как это сказать. А по-латышски скажите, Игорь поможет, а я пойму, может. Хорошо, хорошо. Но вы же поняли, да, что я имею в виду? Да, да, я понял. Вот у вас есть репертуар. Да. И в нём довольно серьёзную часть занимает работа с документальным текстами, как я понимаю, да? Да, да. Я думаю, это поэтому, что нас волнуют эти проблемы, и мы хотим об этом разговаривать с людьми, с Артаутом, Силвакией. Как-то так. Открыть глаза. Есть так. Так и сделаем что-то. А почему вы решили заниматься? Мне почему интересно? Потому что я всё-таки много времени сама не занималась, конечно, документальным театром, но так или иначе в него была включена. Потому что, конечно, и театр ДОК, которым очень много занимались Елена Гремина и Михаил Угаров, и на котором выросло целое поколение вообще театральное в России, ему, сколько ему, почти 20 лет этому движению в России, ну, 20 лет. Это вы ещё маленькие были, наверное, совсем. То здесь, как вдруг на этого на вас натолкнуло? Откуда вы получили эту информацию? Ну, то есть, это же откуда-то должно было появиться? Ну, не все спектакли документальные. Я понимаю, да. Но вы почему вдруг начали этим так активно заниматься? Я не знаю. Я думаю, у кого что-то болит, и он хочет об этом разговаривать или сказать об этом громко, как бы говорить. То есть, вопросы, которые в обществе существуют и мимо которых вы всё время ходите, видите, вам кто-то рассказывает, они для вас складываются в какую-то картинку, которую вы можете выразить вот таким вот способом через театр, через игру, через актёрство. Да, я думаю, что это как бы так мы делаем. Мы разговариваем об очень серьёзные темы через такой смешной театральный формат. А вот «Страна бабушек», вы делали её полгода, вы мне сказали. И я так понимаю, что был длинный подготовительный период, когда вы занимались именно с беседами, с интервью, с людьми и находили, какие ещё у вас были источники для этого спектакля? Так, ну, в основном, когда-то, мне кажется, я не скажу точное время, но мы с режиссёршей Паула и Пляунецей работали над другим проектом, и мы просто сперва спосхватились, потому что мы не понимали, откуда брать информацию. И тогда мы решили, что мы будем просто начинать со своих семьях и опрашивать сами себя, своих близких друзей, и этот круг расширялся и расширялся. И тогда, когда надо было подготавливать «Вац вам и вауц», то тоже мы поняли, что это очень хороший способ найти какие-то очень интимные и очень точные истории, и очень откровенные. И тогда мы, да, сперва мы собрались вместе в цирке, и тогда сперва как-то было то, что мы беседовали друг с другом. Да, мы рассказывали, как мы чувствуем про нашими бабушками, и потом мы разговаривали с бабушками. Да, ну вот, сперва мы собрали все эти истории из своего детства, например, какие-то там осколки памяти из какого-то там далёкого прошлого про своих бабушек и прабабушек иногда, и про истории, которые они нам рассказывали, когда мы были ещё совсем… И вот из этого вы собрали мозаику, и потом ещё начали туда подтягивать. А дети, которые у вас играют в этом спектакле, у них тоже свои истории или те, которые вы для них придумали? Нет, с детьми это так, что мы задавали им очень конкретные вопросы, которые как-то сходятся вместе с тематикой, которые вот в том эпизоде, который играет буквально перед их выходом на сцену. Например, чтобы эта тема, которая… Айна, с Айзмирсу… Эпизод. Эпизод, да, в той сцене совпадала с той тематикой вопросов, которые мы задавали детьми перед этим. То есть, чтобы их появление было не случайным, чтобы оно было подготовленным и было понятно. Я думаю, что очень важно, почему там дети, поэтому, что это как символ тоже, потому что дети и эти отношения, да, отношения есть между бабушками и детьми. Внуками, да. Да, пропускаются родители. Да, да. Вот этот мостик. Но я вам могу сказать, что моя мама когда-то очень давно, она мне сказала, ну, как знаете, старые люди часто говорят очень правильные вещи. Она мне сказала, мне кажется, мир меняется, потому что утрачен институт бабушек. Ну, институт как система взаимоотношений, потому что в современном мире проще нанять няню, оставить детей на какие-то дополнительные занятия, а с бабушками уже никто не живет, ну, как бы не жене. Ну, такой принцип, он поменялся, семья поменялась. И моя мама мне вдруг в какой-то момент сказала эту фразу, и когда я пришла на ваш спектакль, я, честно говоря, думаю, ну, надо же, вот как она сказала мне об этом там лет 15 назад. Да. Что маленькие дети не знают, что такое старость. Маленькие, потому что они не видят ее, они не знают, как быть беспомощным, они не знают, как помогать старому человеку, они этого лишены просто в бытовом смысле. Они видят это как-то промельком или когда они приезжают в гости, а гости это всегда стресс, ну, как бы другая ситуация, не ежедневная. И она мне сказала, что, говорит, мне кажется, очень многие потери в человечестве происходят в цивилизации именно из-за этого, что маленькие дети не знают, что такое умирание. Они его не видят, они как бы вот этого лишены. И я была ужасно благодарна вам за этот спектакль, когда я его посмотрела, потому что он мне напомнил тоже о моей маме. И это было очень красиво. Спасибо вам за этот спектакль. Я всем рекомендую, но его надо отлавливать тоже. Вы его играете в Алмере, играли, сейчас будете играть в Кулдыге. Да. Потом в Липае. А когда вы в Риге будете его играть? Это еще мы не знаем. Но мы пытаемся сделать, что она будет здесь тоже. Регулярно, да, как-то? Не знаем, регулярно, поэтому там есть только дети, этот хорис и этот очень сложный. Детский хор, который очень трогательный у вас. Хор ангелов. Да, да, да. И мы хотели, чтобы все эти хоры приедут здесь, в Риге. То есть вы хотите объединить, сделать, посчитать? Вы хотите составить конкуренцию празднику песни? Как-то такой большой план, но, может быть, там будет еще как-то маленький формат тоже. Мы будем думать. Я хотела вас спросить, ведь вы же играете этот спектакль бесплатно. Да. Он у вас идет на каких-то грантовых поддержках, да, я так понимаю? Да. Это у вас специальные показы такие? Из-за участия детей, из-за темы. Из-за Бритт-Падума. И поэтому мы можем, как бы, люди могут смотреть этот спектакль бесплатно. Ну вот это просто чудесно, мне кажется. Да, мы как-то разговаривали, что мы вообще как-то думаем, что этот, забыл слово для Максла. Искусство. Искусство. Что это театральное искусство должно быть бесплатно. Не знаю. Бесплатно – это безответственно со стороны зрителя. Нет, не все искусство, но это очень, ну, рейс из рейсы. Раз от раза. Да, что люди, как мы разговаривали, что люди должны видеть этого, видеть много. Чтобы привыкать к новому языку. Что это такое, и это, как бы, один, два, третий, как бы, спектакль бесплатно. И они понимают, каждый спектакль лучше и лучше. Ну, это, знаете как, это вот приучить свою аудиторию. Да, 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 как-то так. Ну, вообще, мне кажется, тут та проблема, ну, как, это не проблема, та тема, которая у вас в этом спектакле, то, как вы её передаёте, это очень важно, что люди могут действительно прийти посмотреть бесплатно. Потому что, ну, это, как бы, знаете, а что это мы, люди должны платить деньги за то, что с ними говорят о проблемах общества. Ну, то есть, вы просто упаковываете их в красивую форму театральную, и интересную очень форму театральную. И сначала, когда мы сделали этот спектакль, мы думали, что этот спектакль будет для бабушек, но когда мы сделали и показывали, мы поняли, что это для таких людей, как мы. Ну, на самом деле, для всех, мне кажется. Бабушки в дискуссии, потом мы уже это знаем, мы всё это знаем, да. Да, и что, ну, они сказали, что, как бы, у бабушек очень понравились эти монологи, которые рассказывали актёры, и про всё остальное, об этом проблеме, и всё остальное. Они сказали, да, да, не знаем, нам очень скучно об этом слышать. Ещё раз, да. Ещё раз, да. А другой аудитории, наоборот, это всё очень интересно. Да, молодые люди, я думаю, что им надо открывать глаза, что есть такая ситуация, и... Ну, в общем, за восстановление института бабушек через Ветсмамин Валст, да? Да. Игорь, ну, расскажите в двух словах про свой спектакль, когда его можно прийти посмотреть, вот эту вот битву вашу, потому что у нас совсем мало времени, у нас маленькая программа. Посмотреть можно его в октябре, ещё в конце октября, 27-28 числа. Там есть ещё билеты. По-моему, были раскуплены, конечно, все билеты. По-моему, там где-то был салтаут, я просто проверяла, думаю, надо проситься. Там всё раскуплено, но, безусловно, идти и смотреть надо, потому что я помню, когда мы отыграли премьеру, рядом с моим коллегой Алексеем Коргиным сидела какая-то женщина, латышескоговорящая, и она к нему повернулась в конце спектакля, и говорит, вы мне такой родной стали. — Ох, боже мой, всё, Игорь, спасибо, это прекрасно. И я хочу ещё сказать, что у вас впереди премьера фейк-ньюс. — Да, да. — А мы находимся на радио, где мы говорим искренне о театре, а фейк-ньюс оставляем компанией «Квадрифронс» и идём смотреть премьеру в ноябре. Хорошо? — Да. — Спасибо вам большое, ребята. — Спасибо вам. — Спасибо вам.